Добрый день. Я представляю здесь самую любимую, о которой, как сказать, упоминали. Инновационный портал города Кирово-Чехаска с 80 тысячами жителями. Город сам возник по себе в связи с химической атомной промышленностью и линейкой, соответствующими экологическими рисками и проблемами. Но, как уже поговорили представители Александр Алексеевич и Олег Евгеньевич, мы также работали, как они, как средство носовой информации и опирались исключительно на то, насколько интересен сюжет, насколько скандален и интересен сюжет для нашего читателя, поэтому и экологические тематики новости выходили у нас столь же редко, как сейчас выходят везде. Но постепенно пришлось от этого отойти, и пришлось от этого отойти по простой причине, что проблема-то в действительности касается всех, и вместо скандальных новостей и пустых разговоров нужно приходить к таким вещам, как цель и полагание, определение приоритетов и, так или иначе, решение проблем в том контексте, насколько это возможно. И таким примером может послужить наша собственная деятельность в последней группе, когда от первой публикации на тему чистоты атмосферного воздуха мы пришли, собственно, к реальным действиям, не мы, вернее, а правительство и наше участие. Вообще специфика онлайн-СМИ, как уже говорилось, в том, что есть непосредственный контакт с потребителем, и как эту информацию можно правильно употребить. Можно продолжать, допустим, публиковать информацию на ту же самую тему, приоритетную, приоритетное некое направление, какие вот они у нас бывают. Люди часто в интернете жалуются на правительство, правительство, власть и снова правительство, ЖКХ, здравоохранение и прочее. Ну, примерно в таком порядке, мы знаем, это все происходит. А у нас была на каком-то этапе такая ситуация, что, на самом деле, у нас на экологию люди больше жалуются. На экологические проблемы, не на экологию, конечно, извините. Вот. И такой сигнальчик четкий показал, что дело-то швах, наверное, в одной из приоритетных направлений, оно вот такое. А что с этим можно сделать, собственно? У нас город большой химии самого своего создания. Находится крупнейшее производство в мире минеральных удобрений, фторполимеров, прекрасной и чудесной гадости. И проблемы относятся в воздухе, не метафорически, а в буквальном смысле. И храни Господь, проектировщика нашего города, удачно расположивший его парой зеледров так, что все валит на него. Привет к нему, надеюсь. Вердится, где не вы. Что можно вообще с этим сделать? Как обычно мы все работаем? Есть происшествия, желательно, конечно, флешмоб, скандал, митинг и так далее. Есть публикация. Потом, даже если тот или иной вопрос в той же самой направленности поднимается, СМИ историю не поднимают этого вопроса. То есть каждое отдельное происшествие, это отдельный сюжет. Связку это совершенно не вкладывается. И мы-то так же делали, но в начале 2009 года у нас на предприятии завод минеральных недаврений входит в группу компании WorldHim. Произошло очень плохое событие, взрыв с гибелью рабочего, с одним пострадавшим и с сильным медиадавлением со стороны бизнесмена, то есть производителя. Но тогда за счет, опять же, блогосферы, за счет того, что действительно было скандальное событие, мы смогли разослать материалы, все средства массовой информации центральной, и они практически везде вышли, где мы это разослали. Для нас последовали, конечно, незамедлительные последствия. То есть кроме того, что мы вопросы экологии заниматься начали слегка, а тут у нас был навешан такой, несмотря на то, что не мы взрывали, естественно, был навешан ярлык врагов города и завода, я цензирую, был, в общем, нам вручер, и мы решили, что ну раз дарит учетеля, не отдавать же обратно, да. И вопрос экологии, именно качество воздуха, потому что установка была, это экспериментально было по производству, да, и самодобрений, экспериментально подчеркиваю, непосредственно связанных с выбросами в атмосферу. Мы стали разбираться, что вообще делать, и что разве публикации, они неэффективны, и ну один раз там пошумели люди, и все, все заводилось. Что нужно последовательно и системно освещать проблемы и смещать акцент с рассказа об инциденте на то, почему это произошло, и что с этим можно сказать, что самое главное сделать. Что, конечно же, требует от журналиста не просто умение обладать пером, а минимального знания вопроса. Ну, почему взрывалась установка? А могла ли она вообще работать? А почему воздух плохой и плохой ли он на самом деле? Цифр-то нету. То, что мы выяснили в дальнейшем, что мы не сможем ничего сделать с этим вопросом, пока не имеем на руках фактуры, пока не знаем ГОСТ, ГОСТ, ПРД, нормативных актов, законодательных актов и прочего, вот этого всего. Вот мы и выяснили в первый вопрос, что у нас в городе система мониторинга не работает до 100%, практически на все 100%. Производится отбор по общим загрязнителям, по специфическим нашего города веществам хлорной, в основном группой аммиак. У нас 4 раза в сутки с пробелом выходные дни, ну, как и соответственно, эти образы не бывают выходные, мы спят. Мы определили проблему, а тут еще в 2009 год он вообще был такой замечательный на загрязнительные, на выбросы как таковые, и поэтому люди очень сильно негодовали, начали даже, знаете, раздаваться сильные такие призывы к тому, что давайте соберем митинг. Зачем соберем, какая у него будет цель, люди не уточняли, ну, это как, знаете, в произведении мастера Маргарита, надо срочно отправить телеграмму, ну, вот, надо срочно сделать митинг. Ну, мы плечами пожали, сделали митинг. Ладно, окей, а почему нет, обижали, обижали, город небольшой, как я говорил, лично там 2 человека этим занималось, обижали, все, мы несли по почтам вещь и приглашение. Соответственно, готовится такое мероприятие наши производители, предприятие собственники, контролирующие, естественно, СМИ очень сильно, очень были так, удоражены, насторожены, я мягко говорю, и неодобрительно отзывались, опять же, сильно неодобрительно. Ну, и митинг-то сам, было первое протестное мероприятие за 10 лет в городе, и 300 человек пришло, хотя все знают, что вот кто придет, особенно из работников предприятия, и агребут, агребут, а что это скрывать-то? Ну, больше 300 человек приперлось. И вот все бы ничего, если бы мне маленький объект, я не буду его связывать непосредственно с этим бизнесом, но когда прибегают добрые молодцы и закидывают митингующих дымовыми шашками, ну, это так, это тоже все весело. Особенно так в дыму находимся, и тут еще дыма добавили, но никакой взаимосвязи на дыму. Это к тому, какое противостояние вообще может разыграться, но после этого мероприятия, соответственно, вышли ужасные публикации о том, что это все были опять враги города и завода, которые хотят отобрать предприятие у честнейших людей там, ну, в таком, знаете, это путь, естественно. В результате это привело только к росту людского-то негодования. Пришло только 300 человек, у которых еще там по 3000 знакомых, которые знали, что это было на самом деле, опять же, у нас все-таки посещаемый портал. Недовольство руководством города и бизнесом росло, что не выдержало сердце нашего дорогого губернатора Никиты Юрьевича Белых, наверное, слышали. Медийный тоже такой человек. Приехал он через 10 дней разбираться, что вообще такое происходит. Ну, на основе, опять же, наших многочисленных новостей мы подготовили к нему презентацию красивую со всеми фактами, чего мы хотим, собственно, систему мониторинга нормальную, вот, чтобы как-то, опять же, ну, медийности добавить, решили в презентацию котиков добавить. Вот, чтобы смягчить слегка акценты, риторику обвинительную, как нам потом сказал губернатор. Вот, и в результате, значит, вот этой встречи нам пообещали, что когда-нибудь что-нибудь будет. Ну, о чем смиритесь-то? Ну, на самом деле, был замечательный человек, вообще много из замечательных людей, это заместитель губернатора, который был, в общем-то, такой, связанный сильно с МВД, человек с большим опытом, он увидел и предупредил губернатора, что тут, в общем-то, потенциально вот эти ребята смогут еще больше собрать и делать это каждый раз. Нужно ей как-нибудь это дать им, чего они хотят, коротко говоря. А о чем мы хотим, как выяснилось, потом стоит примерно 6 миллионов для нашего городского бюджета, который 800 всего миллионов, в основном неподъемно, как понятно. Вот, в результате, значит, взаимодействия с этим человеком, корону, у него фамилия Сергеем Сергеевичем, действия правительства, решили, собрали, да, Совет Безопасности собрали в Киевской области, вот до чего мы их дофекли. Это надо, а то, с чего можно добиться, вот именно войной, говорили там про войну, о том, что это плохо. Извините, когда вопрос не решается иным путем, нет другого способа, кроме как взять, может быть, и радикальным образом, но разумные требования, радикальным образом, брать можно, и ничего сверхъестественного, останавливать, боже вы, прости, мы все с голодом умрем, если что-нибудь остановят окончательно, работать просто нужно нормально. И в результате Совета Безопасности нам сказали уже точно этот документ, потому что система мониторинга будет по без сроков. Пришлось в 2010 году снова запекать публикациями. Ну, опять же нам помогли друзья предприятия. У нас лето 2010 года было похоже на мультфильм «Лежики в тумане». Только в качестве тумана выступала смесь из пара, аэрозоли аммиачной силипры и аммиака непосредственно. Ну, замечательная установка, какая имеется у нас. В результате публикации, опять же, на 2011 год уже были заложены областные финансирования нового поста в размере 6 миллионов рублей. Ударом ниже пояса по департаменту экологии и природопользования, который немножко не то хотел сделать, как это во всем мире принято, мы вошли в состав рабочей группы непосредственно, которая этим вопросом будет заниматься, разработкой технических рекомендаций и прочего. И вот на данный момент, что наконец-то, 2011 года имеется из-за 63 публикаций одного протестного мероприятия, я сейчас точню, и все, собственно, понимание вопроса и неотступность, желание учиться дальше. Мы сейчас имеем уже реализованную программу по сигнальной конкурс в санитарно-защитной зоне и постмониторинг, который уже оборудование, можно сказать, что закупается, и он будет вот в следующем году. Пример это того, что можно сделать в СМИ, просто, просто в СМИ. Мы потом уже поняли, что, видимо, мы немножко не СМИ, а общественная организация, и, соответственно, стали жить. Но все-таки начиналась она так. Экологическая журналистика, она должна ставить цель, которую в первую очередь, на мой взгляд, которая поддерживается людьми. И как средство массовой информации эти цели определить, ничего не стоит, у нас интерактив сплошной. Не нужно их выдумывать, нужно просто взять, которые есть на поверхности. И работа должна не сводиться к эпизодическим публикациям, но именно к целенаправленным. Вот к целеположениям понимаем, что такое цель, есть, и все, по-первых. Говорилось уже много о союзах, конвенциях и прочем. Изучал опыт немножко других стран, а там эти вещи есть. У нас их нету, и это очень жалко, но все пока забыли об одной такой красивой штуке. У нас сейчас после встречи президента с общественной организацией, все-таки было такое поручение создать на местах общественные советы при природоохранной структуре, но, в частности, у нас при этом, партнаменте экологии и природопользования. Кое-где они уже есть. Их пока не все еще сделали, но все-таки. Так, вот состав этих советов разумно и иллюзованно было бы рекомендовать включить не только представителей общественной палаты, что вошло, а рекомендовать включать журналиста. Это очень простое такое решение на местах, может быть, без подписи вот этих вот крутых конвенций, центральными, там, СМИ и так далее, которым неинтересно, как они говорят, писать на местах, может, интересно. И продуктивная работа такого совета с участием журналистов будет строиться по трем направлениям. Ну, я так представляю, что по трем направлениям это информационная, именно помощь, взаимная информационная, это повседневная работа с сбором информации, проверкой достоверности и дальнейшим распространением. Журналисты, вот все центральные СМИ признают, что у них нету компетентных, сильно компетентных в этом вопросе, а проблема-то действительно офигенная. А не зная, не зная, простите, все равно, я не знаю. Как мы, вот мы видим эксперта и считаем, что он скажет правду. Он говорит правду, но правда там неприглядна, и в его вот этих вот формулировках разобраться, нужно действительно понимать в вопросе, что за этими формулировками, что мы выполнили вот такие вот рекомендации, стоит, что на самом-то деле ситуация неактивна. Поэтому важно иметь экспертный совет, адекватный экспертный смет на уровне, ну, типа общественных советов при департаментах, это в принципе возможно. Следующее направление – это образовательное. И здесь не только речь идет о том, чтобы какие-то вещи популяризировать для населения со стороны журналистов, но и о том, чтобы у самих журналистов развивать интерес не ехать, не только ехать, елочки сажать, а немного разобраться, что такое подокая максимально разовая, чем она отличается среднесуточной, что вообще будет, если среднесуточная превышена, и какие из этого последствия можно принести. Вот это наш дальнейший работодатель, что будет со среднесуточной превышена. Понятно, что будет. И экспертное направление, я уже на нем говорил, это ориентирование не только на эти скандальные вещи, и просветительские, просто интересные, но и на исследование в области окружающей среды, анализ существующих проблем и возможных стратегий их решений. Это может быть скучным, а может быть интересным. Тоже, опять же, у нас есть большая проблема с прошлым экологическим ущербом. Мы просто стали определять темы, которые вообще актуальны в проблеме. Оказывается, что есть такая актуальная, большая, огроменная для нашего города проблема, с которой, в общем, фиг что сделаешь в очередной раз. И прожил экологический ущерб, он называется, накопленный, можно сказать. И есть сухие цифры, показатели вообще там, сколько у нас в шломохранилищах находится радиоактивных обходов, сколько, какая площадь химического загрязнения. Это все-таки цифры, которые люди посмотрят, да, да, о, классно, а на меня, жители Кирова, приходится целый самосвал ядовитой гадости. Замечательно. Ну и все. А можно сделать действительно чуть-чуть более интересное, это вывести. Мы проводили, например, исследование по биомониторингу. Знаете, с выводом школьников, зону непосредственно на пойменное озеро, с отбором пропы, фотографиями красивыми, людям понравилось, в общем. Есть еще одно из выступлений, предстоитие средств массовой информации, уже видно, самое простое, что можно сделать с проблемой, с которой в первую очередь нужно бороться, это с тем, что в России, в общем, исторически так сложилось, что мнение, в общем, населения о работе НКО, оно и так невысокое. К тому есть объективные причины, очень даже, но средства массовой информации тоже, откровенно говоря, и пренебрежительно относятся к НКО. Вы придумайте там, чтобы было интересно. А почему вы только заработали для города 6 миллионов, и еще не станцевали полуголом в пакете? Конечно. Ну, это, извините, но вот это настоящее пренебрежение. Оно есть и со стороны власти. Оно есть и со стороны власти, когда мы берем Оргутскую конвенцию, статья 3, я все жду, когда ее приму, чтобы можно было нашего, опять же, дорогого губернатора немножко, как бы, ну, тоже в пакеты. Вот, статья 3, которая говорит, нужно, самое важнейшее для НКО, это признание, в конце-то концов, люди, за что работают, у них мотивация исчезающая, малая, непризнание со стороны общества, зачастую это нет, и со стороны власти, вот без этих вот вещей, без изменения вот этой вообще парадигмы вот этого отношения, что вы, вы, ребят, либо обслуживаете чьи-то интересы, либо вообще вы нафиг рехнули, зачем вам это надо этим заниматься. Вот простые вещи, которые могли бы немножко изменить в лучшем порядке. Я считаю, что вообще, может быть, со временем в средств массовой информации более крупных сложится как-то понимание, что не только вот новости можно делать прекрасно и чудесно, но решать сложные задачи можно, и надо этим заниматься. Вы, может быть, опять же, другим воздухом дышите? Не знаю. Спасибо.